Во Владивостоке завершился Восточный экономический форум, где обсуждались ключевые решения по развитию Дальнего Востока от больших экономических проектов до важных социальных решений. Там же состоялось заседание Госсовета Российской Федерации, которое провел президент России. Участие в нем принимали губернаторы региона, в том числе и глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт, а также федеральные министры, депутаты Госдумы. Сегодня гость в нашей студии, вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. Ирина Анатольевна, доброе утро еще раз. Доброе утро. Доброе утро. Вы вносили предложения по развитию туризма на Дальнем Востоке, в том числе и круизного. Вот какие предложения они поддержаны? Прежде всего, наверное, нужно вспомнить о том, что президент заявил о новом, я бы сказала, совершенно уникальном горизонте развития Дальнего Востока. Национальная программа, национальный проект Дальний Восток с перспективой до 2025 и до 2025 года. Это, конечно, огромный простор для творчества, прежде всего, молодого поколения, потому что это новые возможности по самореализации, это, если хотите, новые амбиции Дальнего Востока, и это новые темпы развития. И, конечно, Хабаровский край был, есть, и, я уверена, будет в фарватере этих качественных, хороших преобразований. И, конечно, то, что на этой площадке и губернатор Хабаровского края имел возможность провести большую работу с инвесторами, заявить качественно новые условия для развития бизнеса на территории края, а значит, и новые возможности для создания рабочих мест, для комфортного преобразования жизни в регионе. И, конечно, мои предложения, они были связаны тоже с тем, чтобы появились новые возможности у нашего бизнеса, появились новые возможности у наших дальневосточников. И, конечно, туризм – одна из сфер приложения усилий. И здесь очень важно понимать, что нам нужны институциональные решения, которые как бы создавали фундамент. Круизное судоходство – это только часть вопроса, хотя когда-то это казалось абсолютно экзотикой. Но мы видим, что огромные круизные лайнеры сегодня хотят заходить в наши портовые зоны. И я бы, наверное, сказала даже не о круизном судоходстве, потому что это в большей степени интересно для Камчатки, для Приморья, а о том, что же может быть интересно для Хабаровского края. Национальный портал туризма, на мой взгляд, должен получить подраздел Дальний Восток. Молодежь и вообще сегодня все привыкли к современным коммуникациям. Поэтому, заходя на этот национальный портал, должно уже получать информацию о том, о какие возможности может предоставить, например, Хабаровский край. Какие туристические маршруты, какие вопросы можно решить по гостиничному бизнесу. То есть весь комплекс информации, которая имеет значение и для туриста, и для предпринимателя. Кроме того, приложения мобильные. Наверное, у каждого в телефоне сегодня много разной информации. Пора обновить эту информацию, на мой взгляд, и создать мобильное приложение на всех языках стран АТР под возможностями развития туризма на Дальнем Востоке. Это очень простая, очень удобная коммуникация, которая даст совершенно новое маркетинговое предложение по Дальнему Востоку. Ну и, конечно, не все знают, что Дальний Восток — это еще кладовая рекреационных, бальнеологических ресурсов, курортно-лечебных возможностей. И, конечно, это еще тот клад пока, что называется, не освоен. Поэтому мои предложения связаны с тем, чтобы наше профильное министерство, Ростуризм, относится к Министерству культуры. Хотя сейчас принято решение правительством о том, чтобы передать это в Министерство экономического развития. И необходимо, чтобы на, собственно говоря, на возможности и на обязанности Ростуризма было возложено и решение вопросов, связанных с созданием курортно-бальнеологической карты, оздоровительной карты Дальнего Востока. Ну и образование. Я думаю, что сегодня, когда подходит время выбора профессии для всех семей, это большая проблема. Куда пойти учиться? Вот мои предложения были связаны с тем, чтобы появилось понятие баланса трудовых ресурсов. Сегодня есть два больших информационных ресурса общероссийских. Это система ИГИС и система труд всем. Необходимо, чтобы там появились не просто подразделы по Дальнему Востоку и по региональным аспектам. Наша задача, исходя из вот этого долгого горизонта планирования, это не только то, что предложил президент 25-35 год. У нас сегодня уже есть планы развития краткосрочной, среднесрочной, это 3 и 12 лет, чтобы на этот период вы и любая семья могли увидеть информацию о том, какие рабочие места будут созданы, по каким профессиям, и, следовательно, где будет гарантированное рабочее место и достойный уровень оплаты. И, конечно, под это должны будут меняться задачи Министерства науки и образования. То есть это современные, очень технологичные решения, но которые имеют, если хотите сказать, такую адресную направленность. Они направлены к дальневосточникам. Ирина Анатольевна, а вот авиаперевозки действительно с Дальнего Востока – это важная тема. Все мы помним недавнюю новость, что Аэрофлот после длительных переговоров с губернатором края Вячеслава Шпорта, в том числе и ваших переговоров, в итоге сохранил рейсы в зимнем расписании на Хабаровск. Это экономическое или политическое решение? Вообще Дальний Восток сегодня экономический, политический, геополитический, стратегический приоритет России. Вот нужно сказать, что у нас, у дальневосточников, у всех есть сегодня преференция государства. Она адресована каждому из нас и ко всем вместе. И она имеет значение и сегодня, и на долгосрочную перспективу. То есть государство своими решениями говорит, что мы в вас заинтересованы, дорогие дальневосточники. Мы заинтересованы в развитии регионов. Хабаровский край, мне очень понравилось, что сейчас, когда вы презентовали погоду, столица Дальнего Востока, Хабаровск. Столица, понимаете? И, конечно, конкурентным преимуществом Хабаровского края, на мой взгляд, остается умное и профессиональное руководство регионам. Губернатор Вячеслав Иванович Порт имеет абсолютно репутацию человека на федеральном уровне, профессионального и умеющего отстаивать не только экономические, а социальные интересы жителей Хабаровского края. Это важное качество, это нужное качество и полезное качество. И, конечно, перевозки авиасообщения. Мы хорошо понимаем, насколько мы зависим от большой земли. Материк – это высказывание, известное для Дальнего Востока. Действительно, на площадке экономического форума Дальневосточного Вячеслав Иванович провел встречу и переговоры с руководителем аэрофлота. И цель переговоров была именно сохранить перелеты ежедневные на зимний период. Потому что до этого нам удалось решить вопрос тем, чтобы в ежедневном режиме по-прежнему выполнялись перелеты в весенний-осенний летний период. Чтобы замещение, которое предполагалось на дочернюю кампанию в зимний период, все-таки не давало возможности потерять посадочные места по плоскому тарифу. Но переговоры, которые успешно провел Вячеслав Иванович Порт, позволяют сегодня с улыбкой на лице говорить о том, что и в зимний период, а в Хабаровский край, в столицу Дальнего Востока, сохранятся ежедневные перелеты аэрофлотом. Но при этом я бы еще дала тоже положительную информацию о том, что на будущий год в целом количество посадочных мест по плоским тарифам, по самым экономичным. Аэрофлот дает 25 тысяч туда-обратно, дочерняя компания Россия 22 тысячи туда-обратно, увеличится еще на 12%. По этому году мы общими усилиями смогли решить вопрос об увеличении на 61%. Задумайтесь. Вот было 370 тысяч посадочных мест в 2017 году. В 2018 мы сделали прирост почти на 220 тысяч. Понимаете, 220 тысяч человек смогли дополнительно улететь по самому дешевому тарифу. И в будущем году еще мы прирастем на 12%. Поэтому это очень хороший результат. Вы же ранее еще предлагали расширить программу субсидированных авиаперевозок, делать ее круглогодичной, включить многодетных семей в категорию тех, кто может пользоваться этим. Когда нам этого ждать? Да, поскольку постоянно нахожусь в рабочей коммуникации с руководителями регионов и, конечно, с Вячеславом Ивановичем Шпортом, мы неоднократно обсуждали вопросы, которые касаются и субсидированных авиаперелетов. Поэтому в рамках подготовки президиума госсовета, о котором вы упоминали, он носил исключительно социальную направленность. Но были сформированы предложения о том, чтобы субсидированные авиабилеты реализовывать не в короткий временной период, весна-лето, как это сегодня, а распространить на весь год. Чтобы любой человек, у которого есть законное право на этот субсидированный авиабилет, мог планировать свою жизнь более свободно и в течение года. Ну и, конечно, многодетные родители. Мое предложение связано с тем, чтобы эту категорию, ну, несправедливо забытую, все-таки отнести. Год пришлось работать с правительством по этому вопросу, но, как говорится, мы работаем для того, чтобы все равно добиваться результата. И Министерство транспорта, которое было главной стороной в этих переговорах на президиуме госсовета, поддержало эту инициативу. Поэтому я надеюсь, что в поручениях президента мы увидим и эти качественно новые решения. Ирина Анатольевна, спасибо большое за подробные ответы на вопросы. Рады были действительно видеть вас у нас в гостях. Напоминаем, что у вас в гостях была Ирина Яровая, вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации.